Вы уже упомянули Ивана Николаевича Гумилева с его знаменитыми терминами химера, антисистемы. Если воспринять большевизм как некую антисистему, то можно ли сказать, что в советской литературе существовали вот эти христианские коннотации? Можно ли искать в них вот эту пасхальную категорию и вообще продлить в советский период то, что он существовал тысячу лет до этого, в предыдущей, так сказать, долгой истории русской литературы? Или это будет ложная установка, но опять впадем, так сказать, в поиски места некой истины, симулятора этой истины? Понятно. Спасибо Вам за вопрос. Мне неоднократно приходилось отвечать на подобные вопросы и в западной аудитории, и в восточной, и в нашей. И если не затягивая времени попытаться вот так в виде формулы на него ответить, то я полагаю, что как раз в основе вот такой советской матрицы, так сказать, мне не нужно быть антисоветчиком и так далее. Тут просто вот изначально большевистская матрица была направлена, как известно, вот острием своим против христианской гребницы русской литературы, как таковая. Затем вот этот острие, оно могло быть более тупым, более острым, значит, как-то, значит, я тут рассматриваю, например, два периода, когда русское наследие сначала попыталось совершенно, так сказать, его истребить, когда даже было нельзя преподавать ни русскую литературу, ни русскую историю, а потом попытались использовать его, так сказать, вот во второй период, так сказать, после 15-го лета, 20-ти лет появились, опять вернулось преподавание истории в советские вузы, значит, например, вот, но, да, тем не менее, ни о какой такой пасхальности я здесь говорить не могу, я здесь настаиваю на термине трансформации, трансформация. Эта традиция пасхальная была злостно использована, сама установка, скажем, в таких абсолютно антихристианских целях, ну, как жертвенность, жертвенность, значит, в каком смысле использована? Ну, вот, что такое вообще пасхалка? Это вообще жертва, вот, как Христос пожертвовал, Он пожертвовал своей жизнью ради спасения мира, как известно, да, или спасения людей, Он пожертвовал сам, добровольно пожертвовал, это добровольная жертвенность. Значит, в советское время, это добровольная жертвенность, значит, была использована следующим образом. Вы должны пожертвовать своей жизнью. Вы жертвуете своей жизнью. То есть, это не добровольная жертвенность, а что-то совершенно другое, антихристианское, понимаете? Не я, а вы. Вот, это когда, например, все на освоение целины, значит, и за то, что всех я направил на свои нецелины, ну, сам не поехал, значит, мне дают награду. Вот, ну, я, извините, формульно так, очень формульно выражаюсь, так сказать, вот, другие должны жертвовать, другие, но не я. Ну, не, а я вот, у меня там свои заслуги, я не, значит, вот, мне говорят, это одно и то же, вот, одно и то же, но это все-таки одно и то же. Я отвечаю на это так, если бы было одно и то же, если вы считаете, ну, знаете, такие постсоветские такие, ну, там, Борис Гройс, например, значит, Смирнов, вот ваш, Игорь Смирнов, вот, который подвязался, так сказать, ну, здесь сначала в Академическом мире, ну, потом в Констанции переехали, вот, значит, вот говорят, допустим, да само метро там, например, Московское, да, наверное, и Питерское, это же церковь советская, так вот, там такие дворцы, там, это не подземка, это же, так сказать, это же, это же, это же грандиозное сооружение, так сказать, вот, это то же самое, те же функции выполняют. Я на это отвечаю так, если те же функции, зачем тогда было взрывать храм Христа Спасителя? Зачем тогда было курочить церкви, если те же самые функции? А если это действительно что-то такое сакральное, только сакральное, которое смотрит в преисподне, вот, тогда я, пожалуй, соглашусь, вот, соглашусь. И еще последнее, что я бы хотел сказать, я вижу здесь не только какое-то доморощенное, так сказать, что-то такое, знаете, вот, большевизм, так сказать, особенно, я там рассуждаю в основном о раннесоветском, знаете, потому что самый брутальный, конечно, был такой раннесоветский, это совсем брутальный, большевизмский. Потом такая некоторая русификация имела место. Ну, тоже она такая половинчатая всегда была. Так вот, он не только, его нужно рассмотреть в нашей перспективе, в нашей истории. Для меня это такое, знаете, общемировое такое, какой мировое, общемировое. Вот, а это попытка пасхальный архетип сделать субдоминантным. А доминанта другая, доминанта рождественская здесь. Вот на этой книге, поэтому указано крест, как спасение, и звезда. Вот звезда должна, конечно, была заместить крест. Советская, разумеется, звезда. Но происхождение ее совсем не отечественное. То есть, а совсем другое. То есть, это, ну, как известно, как известно, так сказать, известно, вот эти идеи появились. Идеи переустройства мира, не русские идеи, как известно. Вот, значит, и вот попытка заместить пасхальность таким советским вариантом рождественского архетипа, вот, вот, если в одной формуле представить, то я вот именно в этой формуле вижу особенность советской эпохи. Даже безоценочно. Вот я не ругаю советскую эпоху, просто я говорю о том, что это попытка глобальной трансформации, так сказать, вот добровольной жертвенности, а в пределе своем заместить пасхальный архетип советским вариантом рождественского архетипа. Выстроить мир, который не нуждается, так сказать, в смерти и воскресении, и который бы никогда, никогда, так сказать, не завершился. Ну, отсюда фигура Ленина, который вечно живой, вечно живой, в отличие от смерти и воскресения Христа, который, так сказать, с нами, всегда с нами, и очень сильная в советской литературе, начиная, так сказать, от Маяковского и завершая Евтушенко, акцентуации на факте рождения Ленина. Обратите внимание. На факте рождения Ленина. Вот, так сказать, да. Это я рассматриваю вот то, что я сказал. Это никак и дело не то, что они специально об этом думали, как я уже по докладу ему понятно. Они, конечно, не думали ни о том, ни о другом архетипе. У них это так выговаривалось. Но мне не обязательно, так сказать, чтобы они думали. Я и Фрейда анализирую, бессознательное Фрейда, вот в одной из книг. Я считаю, что я вправе. Раз Фрейд анализирует бессознательное, почему бы мне не проанализируют бессознательное самого Фрейда? И ему бы не понравился мой анализ, как он представлен в русской классике, новое понимание, что у него за комплекс. Я их там вовведение анализирую, так сказать, по отношению, между прочим, к России. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы какие? Прошу вас. Это вопрос? Да. Ну так... Нет, так нельзя. Вопросы, вопросы, пожалуйста. Мой вопрос. История русской литературы – это история конкретного русского литератора. И Пушкин, так и Есенин, и Толстой, и Достоевский – для многих русских писателей, и поэтов главное содержательное направление развития их творчества – был поиск пути к Богу. Не анализировали ли вы историю русской литературы как поиск пути к Богу? Первый вопрос. Второй вопрос. Какова, на ваш взгляд, будущая русская литература? В какую сторону она будет развиваться? В сторону изящества слога и фантастичности, либо в сторону достоверности и реальности описываемых событий? Что касается второго вопроса, я знаю ответ. Он такой – не знаю. Что касается первого вопроса, то, конечно, история литературы – это история конкретного русского литератора. Но мой подход состоит не в этом. Мой подход состоит в том, чтобы все-таки немножко с другой высоты посмотреть, не на конкретную его, так сказать, судьбу, конкретного литератора, а все-таки в целом на историю русской словесности. Понимаете? Поэтому, ну что такое, значит, история русского литературы как поиск пути к Богу? Разве древнерусская словесность уже не была этим путем к Богу? И я вижу отличие в следующем, между прочим. Просто я до этого не дошел, не договорил об этом. Что то, что в древней русской словесности, а точнее в православной русской словесности, вот первых 700 лет, как любил говорить Дмитрий Сергеевич Лихачев, было эксплицировано, эксплицировано, то в русской классической литературе ушло в подтекст. В подтекст. Это не прямо. Кто прямо пишет на такие вещи, тот обычно плохой писатель, плохой поэт, плохой художник. Это нужно анализировать. Это не на таком лобовом уровне. Это все довольно тонкая, филигранная работа. Именно поэтому меня так страшно раздражает так называемая религиозная литература и видение. Страшно раздражает просто часто. Вот, что это очень-очень такое лобовое, так сказать, здесь часто бывает. Но в подтексте мы видим те же самые модели, которые видим эксплицированно, так сказать, в древнерусской, так сказать, вот, то есть в православной словесности. Так, пожалуйста. Прошу вас. Один секундочку. Да, да, пожалуйста. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, ну, все-таки вы же говорите о концепции, об истории русской литературы, но вы к ней даже не подошли. Вы могли бы вот все-таки ваше видение, ваше видение, концепцию истории русской литературы как-то обозначить? Не просто категория, в которой вы опережете, а хотя бы вот бегло, но обетал, как вы же это делаете? Ну, я их обозначаю в, так сказать, так вы понимаете, мне кажется, что все-таки здесь, во-первых, не только... Владимир Владимирович, не концепция, а уровень. Концепции могут остаться, уровень другой. Я просто исхожу из того, что здесь не только литература и веды. Мне кажется, важнее было, так сказать, показать сами принципы. А так у меня все-таки, ну, вот эти разные грани русской православной культуры, которые вот отражают эти категории, понимаете, вот соборность, пасхальность, кристоцентризм, милость, так сказать, юродство и так далее. Я показываю, как они менялись, менялись. Ну, скажем, вот русская барочная поэзия, так сказать, вот 17-18 века, что это как бы вот такая попытка уже была, попытка трансформации, она была потом преодолена в русской классической литературе. Русский серебряный век – вторая попытка такого рода трансформации и вторая попытка фактически вот освоить этот рождественский архетип, стать на другую позицию. Вот была, так сказать, осуществлена, но не полностью. Советская литература – третий этап. Но каждый раз, каждый раз, и в советское время, и в советское время, и во время серебряного века, и в XVIII веке были также авторы, в текстах которых выражался, выражались вот все те, ну, вся та глубинная связь с нашей национальной культурой, которую я пытаюсь, всячески пытаюсь продемонстрировать. Поэтому тут нельзя так понимать, так сказать, историю литературы, как вот понимают ее часто, по аналогии с, знаете, как бы с негуманитарными дисциплинами. Вот закономерности, очень любят говорить, закономерности. Я даже знаю, откуда это взялось. Это взялось из негуманитарных наук. Все. Значит, а что если нет закономерности? Ну, вот, значит, это как бы попытка вот так эволюционно. Я всегда, я читаю, знаете, теперь XVIII век у себя там в институте, значит, я всегда говорю, вы что же думаете, Державин, что ли, Ро, Державин, что ли, он тем, что ли, славен, чтобы потом Пушкин появился? Да Державин глубоко оскорбился. Если бы вы сказали, что он существует только лишь для того, чтобы потом появился там Пушкин, Лермонтов, другой, он бы сказал, дождь, позвольте, а я? Да, значит, студенты, нет, ну как же, вот нас учили. Я говорю, хорошо, вам сколько лет? Восемнадцать, скажите? Вы существует только для своих детей. Нет, я как-то, значит, а нет, я говорю, а ваши родители существуют только для того, чтобы появились? Ну да, чтобы, да, да, а вы тогда тоже никуда, и тогда и ваша жизнь, я знаю, означает только, только тоже, знаете, для своих детей. Нет, я так не хочу. А, ты так не хочешь. Ты хочешь, чтобы все упиралось в тебя, да, так сказать. Это очень инфантильное, крайне, так сказать, такая, значит, и это касается истории нашей литературы. Как бы ни был там великой Пушкин там наши, это, мне кажется, они так же самозначимы, самозначимы держали, все тут. Со всеми его, там, сказать, ошибками, заблуждениями и так далее. Он, и текст его, и поэзия его, отнюдь, не ниже поэзии Пушкина, как, вот, знаете, эволюционно, так сказать. Вот я считаю таким образом, да. Спасибо. Прошу вас задать вопрос. Иван Андреевич, скажите, вот вы в самом начале произнеси фразу «либеральные демократические мифы». Что вы конкретно имеете в виду? То есть, вот в этой книге вы подробно разбираете основные советские мифы и то, как они продолжают свое бытие в наше постсоветское время. А вот «либеральные демократические мифы». То есть, я понимаю так, что в самом названии уже заключено два главных мифа. То есть, демократия. Демократия, как понятие, это абсолютный миф, так же, как и коммунизм. Никакой демократии нет и быть не может. Точно как «либерал». Нет зверя, хуже либерал. Кто сказал? Достоевский, да? А что еще? Что еще? Да, что еще? Какой еще миф «либеральные демократические» вы имеете в виду? Ну, я там не только «либеральные демократические». Слушайте, постсоветские мифы, они, в общем-то, разнообразны. Вот вы сказали сначала, я-то считаю, что они выросли. Вы знаете, тут как бы вот, ну, знаете, мы все Достоевского помним, мы знаем, что из либерала, одного либерала, революционер, вы знаете, выклювывается. Значит, это совершенно ясно, так сказать, совершенно ясно их, как бы, генеалогия. Я там пытаюсь, говоря о вот этом, вот этих либеральных мифах, вы сказали, демократических мифах, я пытаюсь обнаружить их большевистские корни. Понимаете? Большевистские – это главное. Обнаружить, что вот у тех людей, которые у нас называют себя, так сказать, вот часто там «либерал-я» или, так сказать, там, не знаю, «демократ-я», так сказать, у них ход, весь их тезаурус, отношение к исторической России, что самое главное, отношение, значит, к христианству, как таковому даже, тут даже не в православии дело, как таковому христианству, так сказать, оно абсолютно определенное. Вот. А человек мог сам себя называть, может, как угодно. Я все-таки здесь, ну, знаете, такую формулу произнесу. Я пытаюсь показать историческую поэтику этих наших новых постсоветских, так сказать, либералов, так сказать, демократов, там, не знаю, коммунистов постсоветских и так далее. Ну, так сказать, ни в коем случае эта книга не является публицистикой, ни в коем случае не является она политической публицистикой, и вообще это не публицистика. Я пытаюсь обнаружить их родство, трансисторическое родство, сказать, с предшествующими, ну, скажем так, прямо разрушителями. Вот, разрушителями. А как его обнаружить? Как вот, а как вот это диагноцировать? Ну, я думаю, знаете, опираясь на нашу историю, собственно говоря. Понимаете, если то, что я сказал, например, о правовом пространстве, не годится, это так нельзя. Если это Россия не годится, так тоже нельзя. Ну, тогда перед нами, так сказать, ну, так, если довести это до конца, то нужно закрывать лавочку и распускать страну. Потому что она базируется на негодных основаниях. И эти негодные основания в корне негодные. И главный негодник, может быть, митрополит Иларион, который негодным образом вознес благодать над законом. Его и надо судить. Не Достоевского судить, а митрополита Илариона. А еще лучше осудить Христа. Вот, значит, осудить раз навсегда и запретить пересматривать решение апелляции Христа. Вот, вот и все. И на этом закрыть дискуссию, да? Не здесь, а вот в этом. Вот у меня такой подход. Иван Андреевич, спасибо большое за интересное выступление. У меня такой вопрос. Вы когда выступали, говорили об оппозиции эйтосов, законной благодати. А через некоторое время, когда вы стали говорить, по-моему, о культуре, вы сказали, что речь идет о той или иной культуре, а не о культуре как таковой. Вот для вас эйтос закона и эйтос благодати – это закон как таковой и благодать как таковая, или нет? Не очень я понял, в чем разница. А разница в том, что, получается, когда вы говорили то или иное, но не как таковое, то, значит, у нас вы говорили про особенное и общее, про всеобщее. И всеобщее как таковое. Вы стояли под собой и не показалось. Нет, нет, значит, слушайте, тут какое-то недоразумение. Вот, значит, я настаиваю, например, на том, что говорить о религиозности, вот всеобщей там, или там духовности как таковой. Понимаете ли? Религиозность. Вот знаете, такое было в 60-е годы. Вот религиозный человек или нет? Он духовный или нет? Я считаю, это позавчерашний день в гуманитарных дисциплинах. Потому, ну, вы, надеюсь, просто я смотрю на вас, извините, пожалуйста, сказать, мы с вами помним, что, значит, что поздняя брежневская культура, она вся была настроена на, как бы, она утверждала духовность. Она только и делала, что боролась с бездуховностью. Вы что, забыли? Тут только и делала. В газете «Правда» утверждалась духовность. Вот и разоблачались люди бездуховные. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что эти бездуховные люди просто не отвечают коммунистической идеологии. Вот они. Поэтому просто говорить, духовность там, как таковая, или религиозность, как таковая, для меня это пустой звук. Потому что культура, как таковая, значит, потому что ценности одной культуры, например, смирение. Вот есть такая ценность, знаете, смирение. Вот, значит, в одной культуре это ценность, а в пределах другой культуры это жалкое рабство. Вот, так сказать, и так далее, понимаете. На разных совершенно основаниях содержатся эти разные культуры. И поэтому совершенно негодная была попытка, скажем, академика Конрада спроецировать, значит, чуть ли не на литературу, так сказать, китайскую и японскую возрождение. Ведь до того дошло, что даже возрождение искали в Китае и в Японии. А почему искали? А потому что у них, вот здесь у них, маячила марксистская схема до того, что общество... Закономерно. Да, вы абсолютно правы это сказать. Поэтому вот вроде бы умные люди и несчастные, извините, пожалуйста, я ценю очень Дмитрий Сергеевич Лихачев, но несчастный Дмитрий Сергеевич Лихачев очень мучился от того, что не было в русской культуре эпохи Возрождения. И вся его концепция, ну, хотелось даже пожалеть как-то человека, но вся его концепция, раз не было Возрождения, помните, он придумал слово? Предвозрождение. Значит, было тогда пред... где-то было, значит, где-то в Новгороде предвозрождение, но пришли злые московиты вроде меня. И этот Новгород, значит, разрушили и так вот не дали этому Новгороду, так сказать, подняться. Понимаете, ну это же комплекс культурной неполноценности, понимаете, значит, вот поиски вот этих универсалей, которые какой-то там господин Маркс, ему привиделось. Да и Маркс не виноват, и Маркс не виноват, потому что он тоже был в тренде, так сказать, мировой философии с ее вот такими генерализующими, квази-генерализующими, квази-генерализующими в общении. Поэтому я сказал, что как таковая, ну, знаете, как таковой, тут о Гумилеве меня спрашивали, у Гумилева прекрасная, так сказать, вот прекрасная иллюстрация, знаете, тогда же Ленинградского трамвая, что вот как таковой, один человек, вот там подойдет, он вам так ответит, другой, значит, другой культурный, по-другому ответит, а тридцать человек возьмут вас и зарежут. Извините, пожалуйста. Значит, потому что ему покажут, что вы невежливо к нему обратились. Вот, значит, из-за этими стереотипами поведения, конечно, скрываются разные ценности их культуры. Все. Их культура разная. Это, ну, такая простая, простая вещь, и, ну, у нас же как-то нельзя же, так сказать, как бы подчеркивать, что культура разная, ценности разные, потому что считалось, что у нас универсальная культура, и коммунизм это будущее мира. Ну, тогда, конечно, что в том, говорит. Да. Пожалуйста, молодой человек. Антон Ракитин, боец, бюджетный. Иван Андреевич, у меня к вам первый вопрос. Вы в своем выступлении говорили о ключевой роли православия в становлении русской словесности. Скажите, как вы оцениваете влияние дохристианских форм культуры, восточных славян, на становление русской словесности? Исследовали ли вы этот вопрос? И каково влияние? Я не понимаю. Я считаю, что это влияние определяющее. Или как? Определяющее влияние на русскую литературу именно этой, значит, христианской культуры. До христианских форм. А, вы дохристианских форм? А, понятно, дохристианских форм. И второй вопрос. А то я как-то слышу христианских форм, да. И второй вопрос. Кто, на наш взгляд, среди литераторов второй половины XX века, а может быть, современности, является наиболее ярким проводником архетипа пасхальности? В современной литературе, ну, в литературе XX века, в современной литературе, и, может быть, шире словесности современной? Благодарю. Спасибо. Я плохо, очень плохо знаю современную словесность. Просто, можно сказать откровенно, я ее практически не знаю. Не читаю современную словесность. Ну, как-то вот позволяю себе не читать. Вот, значит, может быть, там являются, есть какие-то очень яркие имена, но я вот ее не читаю. Мне достаточно, так сказать, того, что, ну, другое читаю. Что касается вашего первого вопроса, то я думаю, что преувеличено, очень сильно преувеличено влияние дохристианских, так сказать, дохристианской культуры. Я скажу даже, как именно это произошло. Это произошло в XIX веке под влиянием, значит, там, мифологической школы, в, скажем, той же Германии, там, братья Гримм и другие, которые собирали, так сказать, и наш Афанасьев, которые, как они собирали, как бы, ну, такой свод, так сказать, дохристианских таких, как им казалось, источников. Как это возникло? По тому же типу культурной неполноценности. Потому что считалось тогда, что раз у древних греков имеется очень развитая мифология, то, конечно, должна она быть такая, наверное, должна быть такая, как без этого великой германской культуры. И у германцев должна быть почти по древней мере. И у нас тоже совершенно теперь бесспорно, что многое из того, что мы находим в трехтомнике поэтические воззрения славян на природу Афанасьева, просто является продуктом его концептуального такого представления. И никак не опирается на какие-то артефакты и свидетельства. Никак. Сказать, я здесь согласен все-таки с Пушкиным, который считает, что нет, нет, нет. Национальный наш характер сформировало греческое вероисповедание отдельное от всех прочих. Все. Так что я не очень оригинальный взгляд. Но меня мощный слезы. Друзья мои, завершаем с вопросами. Вот я, как председательствующий этого собрания, разрешаю задать только два вопроса. Вот один, товарищ наш. Я стал задавать вопросы. И еще с пытанием. Поскольку мне казалось, в какой-то из моментов Вы стали противопоставлять пасхальное и рождественское. Меня интересует, это действительно для Вас некий такой антагонизм? Или все же это скорее такая амплитуда, два полюса, внутри которых та культурная матрица, о которой Вы говорите, развивается? Так что мы можем устанавливать даже какую-то преемственность, допустим, до Советского, к Советскому и даре. То есть для Вас это как бы жесткое разделение? А скажите, католицизм и православие – это какой-то антагонизм или преемственность? Ну, это вот как дело вкуса. А, дело вкуса. Ну, так вот, значит, вот я и утверждаю, что, конечно, значит, я нельзя так, как Вы сформулировали, нельзя так считать, что это антагонизм, это было бы нелепо, скажем, Рождество. Говорит, ну, мы Рождество-то, что нам Рождество русским? Мы же его даже и знать не хотим, да? Значит, вот Пасха – это абсурдно. Поэтому я говорю о доминанте. О доминанте. Значит, о доминанте и субдоминанте. Существуют целые жанры, которые называются рождественские рассказы. Это целый жанр, в том числе в русской литературе. Рождество – один из главных праздников. Но все-таки доминанта пасхальная. А, так сказать, в мире неправославном, католическом и протестантском доминанта, так или иначе, не пасхальная, а иная доминанта. Вот в чем дело. И я попытаюсь в этой книге пасхальности русской словесности, я пытаюсь это, ну, не как вот здесь вынуждено в наших, так сказать, устных речей, а это, ну, как бы показать, вот это, так сказать, это отличие. В чем, ну, как бы выражается, как дальше проявляется это культурное отличие, как оно, так сказать, к чему оно приводит дальше. А оппозиция, это не бинарная оппозиция в духе Юрия Михайловича, вот, на совсем. Но все-таки та или иная доминанта. Так, пожалуйста, прошу вас, Юрия Михайловича. Стиво Андреевич, меня зовут Илья Лобанов, и я хотел бы задать вот такой вам вопрос. Вы упомянули во время предыдущего ответа на этот вопрос о том, что, в принципе, ну, в массе своей незнакомой современной русской словесности, но мне бы скользко упомянули то, что вы, тем не менее, вы цените некоторых ее представителей. А вы не могли бы перечислить, каким именно представителем современной русской словесности вы бы выделили, на ваш взгляд, как, на ваш взгляд, яркий представитель? Ну, не знаю, ну, вот выделю, например, Олесю Николаеву, а кто-то обидится. Ну, значит, вот, или выделю, ну, я уж не знаю, так сказать, тут я, знаете, в чем дело? Еще. Я сейчас работаю три года последних в литературном институте. Это хорошее, славное заведение, и вообще писатели наши славные, хорошие, понимающие люди, но обидчивые, понимаете, так сказать, потому что каждому хочется, чтобы выделили непременно его, понимаете, так сказать, вот. А я говорю, что я и так разбрасываюсь, что позвольте мне современной литературой не заниматься, современной. Кроме того, значит, вот буквально за сутки до вашего вопроса получил я по Фейсбуку из своей, там, одного, френдеса своей, так сказать, финской, значит, такую, знаете, ссылку на то, какая делегация, как вы говорите, современных русских писателей, вот, десантировалась в Финляндии. Значит, ну, там, допустим, вот, там 9 человек, там представлены эти писатели, и каждый из этих писателей так или иначе долгом своим почитает легнуть христианское условиество, и христианское таковое. Они считаются лучшими современными писателями, они получают премии, ведущие, так сказать, вот, и так далее, и так далее, и так далее, так сказать. Они командируются за счет государства, значит, как правило, и так далее, и так далее. Чтобы не быть таким человеком, который подыгрывает такого рода установки, я решил, что можно мне этим заниматься. Русская литература в конце концов такая богатая, что даже второстепенные русские поэты, Никитин, например, это не моя мысль Эрик Эггиберга из университета Тромсё Норильского, что у вас такая литература, что если бы был в другой литературе такой-то поэт, он бы был нашим таким... А у вас он каким-то второстепенным. Поэтому я считаю, что можно мне как-то уйти в эту уж точно русскую словесность. Уж точно русскую словесность. И там существовать, мне там очень комфортно. Вот мне в Петербурге комфортно, потому что меня окружают, по крайней мере, исторические здания. И там мне тоже комфортно, там я созвучно своей души нахожу. Не обязательно там пишут о Боге человек, или о Христе. Или нет, он пишет просто, я чувствую, что он созвучен мне. Не обязательно эксплицировать это. А в других случаях он как будто бы и пишет, какие-то слова используют, как будто из христианского тезавроса. Но всегда с вывертом, всегда я раздражаюсь. А зачем мне раздражаться? Значит, как-то это не полезно. Поэтому, простите меня, я все-таки в этой области совершенный дилетант. Просто дилетант. Вы лучше меня, я просто вижу отсюда, знаете современную русскую литературу, а я нет. Друзья мои, я с огромным удовольствием, почти с наслаждением слушал великолепное выступление Ивана Андреевича. И не могу не разделить, видимо, основной интенции, основной интенции этого доклада. Но что-то меня смущало. Ну, во-первых, во-первых, Иван Андреевич, концепция истории русской литературы, новая концепция истории русской литературы, это все-таки не концепция, потому что концепция это... Вот были школы арзамасцев, а вот им кто-то противостоит. Здесь уровень какой-то. Это просто точно так же, как вот вы говорили об их тени. Концепции остаются почти нетронутыми, но взгляд на них с большего, с более высокого уровня. уровень этот, христианский, православный уровень рассмотрения и содержания, и динамики русской литературы. Поэтому концепция это все-таки какое-то чисто техническое принижение ваших разысканий, ваших разысканий. Разысканий духовного порядка, нежели историко-культурного даже. Даже так. Теперь все-таки, если это история, мне показалось, возможно, это был ваш умысел, но умолчание о тех обстоятельствах, которые привели Россию к революциям 20 века, оно неправильное. Даже если оно было умышленным, скорее всего, оно все-таки неправильное. Потому что обойти совершенно вниманием процессы секуляризации русского общества, начавшиеся там, ну, совершенно очевидно, там, с Петра Алексеевича, обойти эти процессы, обойти процессы рождения европеизма в русском сознании, обойти феномен русской интеллигенции именно в том смысле интеллигенции, в каком это слово употребляется в вехах. В этом смысле. Это же совершенно невозможно. Невозможно не потому, что освободительное движение, как вы выразились, это совершенно непонятный феномен, непонятно, от чего освобождаемся, непонятно, к каким целям идем. Цели были совершенно определенные, равно, как и от чего освобождаемся, было совершенно определенным. На сей счет существует огромнейшее количество документов и борьбы за реализацию этих целей. Но, в конце концов, мы пришли к этим целям. В 1917 году в процессе с февраля по октябрь и затем по 1922 год мы наконец реализовали какие-то цели этого освободительного движения. Но ведь это не просто освободительное движение, это еще и размывание, разбивание, раздробление того духовного стержня, на котором, по вашему утверждению, держалась вся русская культура. И как будто в баню сходили, как будто в баню сходили, ополоснулись и шайки кипяточком или напротив ледяной водой и выскочили новыми советскими людьми. Вот мне представляется, что, пожалуй, это и является основным, но не хочу сказать изъяном упущением в вашем выступлении. Тем более, что здесь уже звучал один вопрос от вас, я имею в виду, ваш вопрос. А если бы здесь был, предположим, Александр Леонидович Кайзин, писание которого вы, возможно, знаком, он бы вас спросил, а как вы относитесь к моей идее о том, что коммунизм есть псевдоморфоза, ну, и так далее. Сами знаете, о чем. Но ведь и действительно это не идея Александра Леонидовича Кайзина, совсем не его эта идея. Она уже давным-давно, и вот, в частности, если я уже упомянула сборник Ветри, то Сергей Николаевич Булгаков, героизм и подвижничество, ну, и так далее. Вот относительно этого. И наконец, наконец, все-таки реальная, видимая история русской литературы складывалась в реальном, видимом, ощутимом русском, российском историческом процессе, который, начиная с Александра Николаевича Радищева и завершая Владимиром Ильичем и Львом Давыдовичем и Львовичем Виссарионовичем, это все-таки история революции. История революционеризации всей русской жизни. И последнее замечание. Я хочу нечто обыграть. И Иван Андреевич говорил о том, что вот это вот динамизм русской духовности невыразим, невыразим, невыразим сидел и все здесь вполне рационально пояснял. Спасибо. Ну я благодарен докладчику за то, что он напомнил в общем-то вещи хорошо известны, может быть кем-то забыты, но слово опалку и благодать я анализировался много раз и противопоставление закона и благодать и его импульпатация возможно так сказать не вот в таком точном противопоставлении как где благодать отождествляется с пасхальностью и противопоставляется закону, но о том, что благодать противостоит закону ну таких если работ было очень много начиная с Вадима Кожинова и еще даже в советские времена и я могу назвать еще наверное несколько авторов поэтому понятно что Бог впадает в Роскейское море и вся русская культура вышла из православия так же как итальянская культура если мы побываем в Италии то мы понимаем что чудо Италии это католическая культура которая создала и эти замки дворцы эту живопись и в средневековье и возрождение итальянскую литературу и итальянскую философию возникает вопрос о каком православии о каком типе православия о каком типе католичества мы говорим вот вот ну чтобы далеко не уходить и быть коротким я скажу что вот Бердяев в 16-18 годах написал цикл блестящих статей типа религиозной мысли в России они хорошо известны они изданы правда изданы в таком томе инка пресс где он совершенно четко показывает что даже в наши дни в России существуют совершенно разные типы православного сознания точно так же они существовали в 19-м веке в 18-м и в 17-м православие потопопа авакума и православие скажем деятелей Петровской эпохи Феопана Прокоповича или Стефана Егорского это совершенно разные типы православного сознания русский раскол это что это православное сознание или нет а ведь он сыграл роковую и трагическую и фундаментальную роль и в русской истории и в русской революции православие хомякова славянофилов и синодальное православие того же времени например официальное раз Уварова или например как бы близкое к официальному православию писание Феофана Затворника или Игнатия Бринчинина наконец православие Константина Леонтьева и его резкие и его противников Толстого и Достоевского совершенно здесь искры помнит эти тексты искры летят из этой полемики потому что Достоевский не успел ответить Константина Леонтьеву а Толстой ограничивался устными замечаниями вот и наконец вот те странные метаморфозы которые произошли в начале 20 века процесс стекуляризации который произошел в русском обществе вот еще одно загадочное явление все русские нигилисты все об этом знают я напомню все русские нигилисты конца 50-х 60-х годов за исключением Писарева это выходцы из духовных семинарий вот это неисследован как нигилизм русский страшный нигилизм вышел из благополучных духовных семинарий академии и наконец последнее вот так сказать вот вы в своей книге говорите о Есенине и русских христианских писателях это тоже очень любопытный момент вот каким образом они вдруг внезапно трансформировались в процессе революции Есенин в 16-м году выступает как такой белокурый порубок перед императорской семьей в царском селе и ему умиляются ему хлопают и вот примерно через пару лет через пару лет он пишет такой текст Россия царщина тоска снисходительность дворянства ну что ж так понимаю Москва отчаянное хулиганство посмотрим кто кого возьмет и вот стихах моих забила в салонный вывозченный сброд мочой рязанская таза в это время Клюев несомненно русский православный человек его учитель пишет знаменитые стихи если Ленину если Ленин и кежинский дух и деменовский декретов и так далее и так далее и так далее вступает в коммунистическую партию и лишь только потому что он в конце концов честно отказался отречься от веры он из партии в которую он вступил всем сердцем и душой был исключен в вытеке вот поэтому сказать что русская культура основана на православии да но волгов подает Каспийское море мы все это понимаем но сегодня в наши дни есть разные типы православного создания которые совершенно не коррелируются друг с другом а наоборот в отчаянную борьбу откройте интернет и посмотрите вот и вот о чем мы хотим сказать вся вторая часть этой книги называется аксиология русской культуры она посвящена фактически ну я нет я 10 лет никак не отвечал на критику а потом уже мои студенты стали говорить ну что же вы так сказать вас так вас сяк а вы никак не отвечаете ну и вот знаете взявшись за это дело как раз стал отвечать критикам и вся вторая половина книги посвящена подобным упрекам которые здесь были ну например не буду долго тут говорить я просто у вас более фундаментально а здесь только кратко кратко вот православие того отличает православие этого они сражались они так сказать так-то так-то и так-то как раз суть моей установки мы пока концепти я просто не хочу пока я обязательно отвечу но пока я только вот только вот на последнее цепь состояло в том что да действительно Леонтьеву Достоевскому и тому и другому представлялось что они непримиримые так сказать какие-то оппоненты что опоязовцы и беседчики это два противоположных лагеря действительно так казалось им а преимущество нашей позиции сейчас состоит в том что мы видим в них то что им самим было не видно в соответствии с древней такой шуткой старой русской гимназической шуткой что самое главное значит русская старая шутка гимназическая не знали о себе самое главное древние греки что они жили древние нет что они древние вот точно так же точно ровно так же я пытаюсь вот увидеть в этих разных этих этих так сказать авторах что-то их объединяющее я ссылаюсь например на авторитет Аверенцева который вот как вот вы сейчас сказали он рассуждает о логике скептических историков скептических историков которые цитирую предлагают отказаться от концепции единого тождественного себе христианства пребывавшего в течение двух тысячелетий и с его точки зрения совершенно я разделяю это означает отказаться от христианства как такового оно такое разное что оно не покрывается словом христианства и православия у того православия у этого короче говоря протестанта какие-то вот это я не могу такую установку методологическую думать не могу а что же касается например Есенина и других авторов которые вы сказали то тот тип культуры который пришел на смену русской культуры быстренько разобрался с этими людьми они пытались встроиться я пишу об этом каждый пытался встроиться в эту культуру Есенин Есенин всей душой пытался встроиться убили всех всех крестьянских писателей расстреляли просто всех так сказать не удалось им доказать что это большевистская революция как им очень хотелось была именно русской революцией не обманули они советскую область уж как они не не отплевывались как Есенин не не рисовал что-то на монастырях как он не пытался понравиться нет не понравился значит всех до одного замечать и так как например ни одного из символистов так сказать ведущих не тронули Кресенина убили во-первых надо тут добавить так как всех его нет 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 пять могу вам перечислить поименно пять главных русских вот этих вот именно крестьянских поэтов которые именно так сказать именно которые пытались встроиться в новое строительство не обманули они советскую власть большевистский пласт советской интеллигенции которая продолжает оставаться в форе и до наших дней используйте термин который вел в оборот Дмитрий Голковский именно на биопы вот я так понимаю ну что вы считаете вы считаете что именно на биопы начиная с 20 или 20 века доминировали в культурном пространстве России по сути по сути заняли собой вот это монополизировали культурное пространство в России и можно ли связи с этим сказать что после 17 года по сути оригинальная русская культура прекращается в существовании и на секущий момент за вычетом отдельных представителей отдельных людей мы имеем некий на биопский скажем так гибрид который включает в себя скажем так некие этнокультурные стереотипы этих самых на биопах плюс какие-то отдельные вкрапления из низовой русской культуры спасибо ну тут я не буду слишком распространяться потому что ведь об этом я в докладе не говорил вы же о книге сейчас говорите я и слова такого не употреблял но на биопы это новая историческая общность людей просто тут я его не употреблял я скажу так что она не прекращает свое существование русской культуры но она маргинализируется значит отсюда вот эти делегации которые в Хельсинке отсюда значит другие люди которые агрессивно продолжают свое так сказать доминирующее положение там позднесоветское время постсоветское время значит это целый слой действительно русская культура не прекращает просто просто она ее успешно очень успешно маргинализирует и я бы сказал очень целенаправленно так сказать всей как бы такой вот так называем культурной политикой так сказать образовательной политикой и научной политикой так сказать вот так да Да, так можно сформулировать. Поэтому тут признак очень простой, что, допустим, после революции, действительно, как бы ни относиться к революции, действительно, как бы ни относиться к революции, это, в самом деле, революция. И один слой, правящий и преобладающий, действительно, действительно сменился другим слоем. Это факт. Невеликие князья продолжали дальше, так сказать, свое приток. Мы видим, что в советское время что-нибудь сменилось? Нет. Значит, этот слой, правда, номенклатурный, он, так сказать, так это, сомкнул ряды, продолжает существовать. Я слушаю Аллу Пугачеву, ее дети мои еще слышали. Говорят, папа, да что это такое, в конце концов, это что? Над нами издеваются, наверное. Значит, одна и та же мафия продолжается во всех сферах жизни, так сказать, все те же самые люди. Ну, что это такое? Они хотят, ну, чтобы мы всерьез к этому относились. От того, что сегодня они антисоветчики вдруг стали антисоветчиками. Знаете, извините за грубое слово, в гробу я видел этих антисоветчиков, знаете. Сказать, я знаю их прекрасное родословно, не надо рассказывать об этих антисоветчиках. Так сказать, вот, поэтому вы, конечно, так сказать, правы в этом вопросе. Ну, я могу на ваше, уважаемого нашего ведущего, все-таки, действительно, великое дело. Для меня большая честь здесь выступать. Я говорю совершенно не комплиментарно, а, так сказать, вот, просто просмотрев ваше заседание, как они вот расшифрованы, я очень ценю и очень благодарен, что здесь могу это сделать. Ну, отчасти я уже ответил, что можно, конечно, это не называть словом концепция, можно называть как-то по-другому, но для меня концептуальные вещи такие, что... В чем концептуальность? В том, что вот Арзамасы и беседчики – это единая русская литература. В споре Арзамасов и беседчиков, и беседчиков, и беседчиков вырабатывалось именно, что единое пространство, как бы разные ярусы русской культуры. И точно то же самое Леонтьев и Достоевский, и то же самое там Розанов и Гоголя, значит, они, конечно, сражались, но это, знаете, что... А Чернышевский и Юркевич... Сейчас, 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 это, сейчас, почти, до Чернышевского. Это все равно, что Екатерина и Пугачев, я это пытаюсь показать, анализируя, так сказать, пушкинские тексты, Екатерина и Пугачев, они противники в малом времени, а на самом деле они, допустим, исходят из того, что нельзя обижать сироту, понимаете? А нельзя обижать сироту, понимаете? Значит, исходят из единых установок, и установки – это христианские. Вот такая Волга, которая впадает в Каспийское море. Значит, вот здесь такие, и формула у них словесная одинаковая, пушкинская повесть. Ну вот, а затем, после этого, когда говорят... А потом, традиция была продолжена, значит, но она была так продолжена, что всех пятерых крестьянских поэтов расстреляли. Вы считаете, что Есенина убили, вы считаете? Нет, не Есенина, не Есенина. С Есениным вопрос сложный. Ну, там был Былганин, значит, там были пять других, там, других совершенно... А так продолжилась, так сказать, вот эта Волга, которая впадает в море, что даже Лихачеву не дали поместить в первом томе слово о законе и благодати. Вот как продолжилось. Не дали. Запретили. Вот эту очевидность, так сказать, даже Лихачеву запретили. Что уж дальше там говорить? Значит, а так продолжилась непрерывность, что во время господина Хрущева больше гораздо, чем во времена Сталина, с лица русской земли уничтожались следы ее христианской культуры. При полном одобрении, при полном одобрении. Вот как продолжалась эта традиция. И протяни еще немножко, так сказать, это чуть-чуть, продержись, так сказать, дальше, то, глядишь, и Петербург бы тоже затронули, так сказать, которому нужно радоваться, что сначала денег не хватило, чтобы ее в Москву превратить, то есть просто заровнять, так сказать. А потом, как ни странно, значит, война помогла, потому что, так сказать, после войны уже такая разруха была, что нечего было перестраивать, так он в имперском великолепии, слава Богу, и остался. Денег просто не хватило, слава тебе, Господи, так сказать. А то бы сделали и здесь такую непрерывность, что мы бы не узнали нашей родной земли окончательно, так сказать. Что касается Чернышевского и Юргевича, и вот этой линии, так сказать, я считаю так, что в известных дозах, в известных дозах, вот такого рода, так сказать, будирование, будирование полезно, потому что не дает застояться крови, так сказать, как-то, понимаете, и вообще, так сказать, оно, ну, как бы, знаете, это как в американских университетах, где сплошь бунтари, но потом эти бунтари, они становятся такими добропорядочными, так сказать, чиновниками, там, занимают, там, места президентов и так далее. И систему не валят просто, так сказать, вот. То есть в известных пределах это будирование полезно. Ну, как Рзамас, общество Рзамас. Общество Рзамас, оно не разрушительное, общество Рзамаса. Ну, значит, там Уваров был, там Молодой, там много кого было из последующих, так сказать, крупных деятелей империи, Российской империи. Но когда оно превышает определенную, так сказать, меру, оно обращается в что-то противоположное будированию. Оно, значит, понимаете, это сказать, когда эти бунтари формируют культурную революцию, причем с большой нелюбовью к той христианской грибнице, о которой я сегодня в докладе говорил, тогда, к сожалению, значит, заканчивается это в целом весьма плачевно, как, ну, как вот мне кажется. И последнее, я буквально очень, так сказать, так это педантично записал то, что вы говорили, ну, я не мог бы на каждый аргумент ваш отвечать, но только на последнем остановлюсь, на том, что вы, так сказать, пошутили, что вот, ну, немножко, так сказать, так это, что вот я говорю о неворазимости, о нерационализируемом, а сам рационализируем. Я об этом просто пишу, пишу, что на самом деле, так сказать, я и пытаюсь рационализировать, и часто, ну, вот некоторым не нравятся мои, так сказать, интернациональные слова, то, что я пользуюсь немножко усложненным, ну, это я в устной речи такой, а вы посмотрите в монографиях, не в последней монографии, а в предыдущих. Многие там пеняют, что я использую, так сказать, ну, там такие там пост-структуралистские термины, структуралистские, конечно, термины, так сказать, ну, такие, знаете, термины, современные западные гуманитарные мысли, короче говоря, что вот нехорошо, ну, вы занимаетесь русской культурой, а вот вы используете такой инструментарий. Я же не все время говорю там о соборности, о пасханстве, я же немножко о другом так же говорю. Я, вообще-то, курс 20 лет читал, называется «История западной филологии», знаете? Вот, значит, я вот такой нехороший человек, я это использую, да? Но я так пытаюсь вот это невыразимое разным инструментарием, так сказать, высветить. Так что тоже пошучу, что, ну, ну, вот холомида у меня такая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ